Всем привет! Ну вот мы и в зверолагере, а вы между прочим на канале Лепота ТВ. Ух, как мне уже не терпится поскорее заселиться в нашу палатку и спробовать все активитис, что для нас подготовили. Наш лагерь состоит из двух палаток, вот такой вот большой беседки, здесь мы будем наверное кушать и играть. А еще вокруг очень большая территория, много разных животных и собачки, и я даже видел пару котиков. Так что думаю, скучно нам тут не будет. А еще здесь очень много птиц и различных детишек и людишек, и вообще здесь так красиво и тепло, надеюсь мы тут надолго. Ну наконец-то уже все свои три лапки отсидел. Так, что тут есть? О, палатка! Ну наконец-то, как я мечтала о палаточном отдыхе. Травка, земля, все как на даче. Это все напоминает мне дачу. Неужели скоро дачный сезон, и я буду кайфовать каждый день? Так, посмотрим, что там в нашей палатке. Хм, ну как всегда, четыре стены и пледик, но в принципе уютно. Вася, попа, о, кажется приехали. Всю дорогу проспал, даже не заметил, как мы приехали. Так, палатка у нас красивая. Пойду-ка я пока туда, а то вдруг здесь какие собаки злые бегают. Надо хорошенько осмотреться. Да, собаки тут между прочим есть, братаны. Такие классные, огромные, маленькие. Можно будет подружиться и вместе пранковать вас, котов, как я уже жду. Доброе утро, а вот и первое утро в зверолагере. Я проснулся раньше всех. Ой, кажется там, кажется там тепло. Здесь весна. Эй, котяши, давайте выходите. Погода супер. Странно, а вроде бы через щелку слегка сквозит. Ну ладно, наверное, это только кажется. Просто мы тут надышались втроем за ночь. Ох, интересно, что же нас там ждет? Пожалуй, лягу тут, как будто так и надо. Сейчас за нами придут вожатые, заберут нас отсюда, и мы пойдем развлекаться. Кстати, наша палатка очень непродуваемая. И это нам помогает сохранять тепло даже в самые лютые морозы. Если помните, мы проводили в ней зимой целых 24 часа. И эта палатка идеальная. За нами все не приходит и не приходит. Может быть, здесь можно без команды выходить? Может быть, это лагерство свободного выгула котов? И вовсе и не нужно ждать, а? Слушайте, давайте уже пойдем. А то я уже отсидел все лапки. Нужно действовать, мне кажется. Тем более, на горизонте никого не вымечается. Так, давайте все сюда. Эй, Кевин, Билли, смотрите, птица. Я сейчас ее поймаю. Если я в этом зверолагере не поймаю ни одной птицы, я даже не знаю, что я буду говорить с родителем. Вообще, предстанут мной гордиться. Так, ладно, давайте сначала осмотрим окрестности. Везде одни птицы, они мешают мне действовать. А вот тут, кажется, мы будем кушать. В принципе, место довольно прокушенное. То есть здесь уже много раз жарили какой-нибудь шашлык-машлик, ели колбаски, сосиски, сырочек, как в животе заучало. Ого, сколько места вокруг. Как-то прям неуютно. На даче я привык, что качалка, дом, всегда есть куда убежать. А здесь такой простор. Как-то я себя чувствую некомфортно. Я, пожалуй, пойду, а то сейчас какие-нибудь собаки как нападут сзади и спасти меня не успеют. Вот бы, если бы я с родителями был, они бы меня спасли бы. Эй, да не бойся, я тебя спасу. Давай сюда, эй, ко мне, слышишь? У тебя там заперто. Я пойду сюда, в маленькую палатку ожидания завтрака. Надеюсь, что я здесь сейчас посижу и будем завтракать. Каждое утро нужно делать хорошую пробежку. Желательно, чтобы эта пробежка была с прыжками. Потому что, когда ты прыгаешь, это получается хороший лимфопаренаж для наших тел. То есть, получается, что растрясается весь жир, все органы активируются, кровь быстро... Ой, палочку нашел. Как хорошо, что палочку нашел, а то я уже запрыгался. Короче, ребят, прыгайте, да не перепрыгивайте. Я же совсем забыл. А как же пробежка? Я вижу собаку. Если он на меня нападет, я все. А теперь завтрак. Я был самый первый, поэтому просьба мне положить первому. А я даже не могу кушать. Я все время думаю о том, что могут прийти собаки. Да какие собаки, папа Кевин? Здесь ни одной собаки нет. Лично я, по-моему, не видел. Или видел. Ну, в общем, в любом случае, не паникуй. Вот зашибись, коты спихнули все в мою миску. Свой корм не хотите, не ешьте. Я вас больше по вечерам вкусняшками не угощаю, потому что потом обед вы не кушаете. Но если нам не хочется, билибой. Да, я вот, например, вообще пойду разведаю все-таки территорию. Я еще ни разу здесь не был, пока на горизонте собак нету. Птица! Вы видели? Птица! Ну, сядь, 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 я тебя... Эй, ты куда? Ты куда? А, птица, ты куда полетела? Так это не честно? Я же хищник. Эй, сюда вернись, кись-кись. Скажу вам по секрету, чтобы с ладони не разнес всех птиц в округе, мы решили попускать ему мыльные пузыри. Такая интересная активити. Он будет ловить мыльные пузырики и забудет про птичек. Ну, надеюсь. Я только маленький поймал. А вот и птица. Ну-ка, смотрите. Пока коты там пытаются ловить птиц, я буду играть с игрушкой. Это замечательно. Вот такая вот какая-то штука осталась тут на детской площадке от детских мыльных пузырей. Она уже вся скукоженная, никому не нужна. А мне самое то. Как я обожаю игрульки. Я так хочу пить все время после прогулки, поэтому всегда требую двойную порцию. Я пью, кстати, очень много. Как конь на водопоезде. Знаете, есть такое выражение? Я пью днем, я пью ночью. Я даже иногда дубасю по миске, чтобы мне хозяева налили попить побольше. А теперь настало время вычесываний. Это мое самое любимое занятие. Как я обожаю, когда чешут мою шерстку. Мне кажется, я в этот момент включаю все свои кошачьи кайф. У меня, кстати, шерсть выходит больше всего по итогу. Не знаю почему, должен же быть Кевин самый шерстяной. Не могу сказать, конечно, что я сильно кайфую. Особенно на улице, когда рядом столько собак. Но в целом мне тоже нравится эта процедура. Я чувствую себя сразу каким-то маленьким, что ли. Не пушистым, огромным котом. А шерсти у меня меньше. О, какая-то водичка. А, это какая-то собака, кажется, пила. А, так это, наверное, Билли пил. Да, запах не совсем псинячий, но вроде бы собачий. Как будто какой-то родной. Веточки, палочки. Как здесь все странно. Такое ощущение, что травки зеленые еще нету. Подождите. Так еще, наверное, не лето. А, осколки лежат. Я же мог лапу поранить. Плановая проверка лапок. Вот люди. Зачем осколки оставили? Ну вот, кажется, мне пора присоединиться к сладону на тихий час. Эх, я не люблю тихие часы, потому что во время них нужно спать. А хочется сидеть на улице. Так, ладно, без паники. Я тут припас кое-что. Смотрите, взял с собой из дома несколько настольных игр, чтобы мы с вами могли поиграть. Так, подожди, дай я посмотрю, чтобы никого не было. Кажется, ложатых нету, можно спокойно играть. Давай, это две настолки. Первый, это бильяр. Суть в том, что каждый берет кий и начинает пинать мяч. Кто больше загонит в лунки, тот и победил. Давай, Кевин. Ну давай, сыграем. Этот кий будет мой, потому что он удачливый, я это знаю. А я тогда буду судьей. Так, ладно, суди только по-честному. Я забил. Видел, билья, я забил. Смотри, один, два, три, четыре, пять. Целых пять я забил. Так, сейчас попробую я. Эй, ты, давай либо с нами играй, либо я тебя закидаю этими шариками. Нет, я не хочу с вами играть. Я хочу судить. Мне неудобно стоять на одной задней лапе, чтобы вы мои передними держать кий. Играйте сами. Ну что я хочу сказать? Один, два. Блин, походу ты реально Кевин выиграл. Ага, а я тебе о чем говорю? Кевин выиграл. Вот и все. Ты пытался играть нечестно. Ладно, следующая игра, вот такие вот рыбки. Заводим механизм, они начинают крутиться по кругу. Мы берем вот такую вот удочку в лапы и пытаемся достать по рыбке. Кто больше достанет, тот и выиграл, наверное. Хотя их четное количество. В общем, не знаю, как там будет распределяться. Оп-оп-оп-оп-оп, это мой улов. Держись, ладуняша, хоть посмотришь, что это. Да не надо меня кидать. Так, подождите, смотрите. Кажется, кажется, уже можно выходить. Время дневного сна завершено. Ты уверен? А где ваша ты? Почему они за нами не приходят? Ах вы, дурацкие птицы. Давайте, уходите отсюда. Вы мне Кевина пугаете и сладуняшу возбуждаете, что он хочет за вами гоняться. Улетайте, улетайте все. Улетайте, я вас сейчас всех разгорню. Эх вы, голубки, голубки и вороны. А еще, синички, воробушки, чирички. Улетайте, улетайте, улетайте на юга. Хватит в России жить. А теперь наступило время пикника. Это когда расстилается плед, достаются вкусняшки, и любой первый ждет. А ждет он первый, потому что больше всего вкусняшек у нас именно для собак. И он знает, что съест все. Ага, ну поначалу я разгоню вот этих вот птичек, чтобы они не потаскали наши вкусняшки. А то сейчас как убегут, уберут, прилетят, растопчут, съедят, склюют. Давайте отсюда, дуйте. Ну чего, беребой, вкусняшки-то будут какие-то. Это все собачьи, я как это желать должен своими милыми зубками. Картошка фри, вот всякие наггетсы, тут чипсы собачьи со вкусом говядины. Все тебе не нравится, а я, наверное, буду. Кстати, ребят, вы, наверное, знаете мою фобию. Я никогда не беру ничего из упаковок, потому что они страшные и еще и хрустят ужасно. А вот эти вкусные чипсики я с удовольствием покушаю. Ом-ном-ном. Ой, нет, я такое не хочу. У меня и прикус неправильный, это мне банально не по зубам. Я лучше потом мармеладки скушаю. Ну иду и давай тогда, не задерживай тут меня. Я буду, за тебя съем. Ой-ой-ой-ой, идет собака. Там собака идет, она, конечно, с хозяином. И вроде бы он даже прицепляет ей поводок. Но я лучше спрячусь и буду смотреть через сеточку. Скорее бы они прошли, а то я точно написаю прямо здесь. Как же быстро проходит день, и нужно уже ложиться спать. Эх, а спать мы, кстати, всегда ложимся до того, как стемнеет. Это главное правило, чтобы никакие животные в зверолагере не потерялись. Потому что что вожатый скажет нашим родителям, если вдруг мы потеряемся? Да плюс уже и темнеет достаточно быстро, из-за того, что тучки пришли к нам. Что это? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!